Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Александр Александрович Оджо, и я учитель истории и школа номер 854. Тема нашего сегодняшнего занятия – Москва, столица России. Мы, как на машине времени, пролетим по годам, десятилетиям и векам истории нашего города. Почему именно Москва – столица России? Какие проекты поражали современников в прошлом? А что захватывает дух и в наши дни? И, конечно же, мы узнаем, чем живет Москва сейчас. Какие проекты делают нашу жизнь лучше день за днем? Вначале мы поговорим, как Москва стала столицей России. Почему Москве 875? Это самый минимальный ее возраст. Сейчас объясню. Согласно Ипатьевской летописи, в 1147 году Юрий Долгорукий пригласил в Москву своих союзников во главе со Святославом Ольговичем. Так и написал «Приди ко мне, брат, в Москву». Святослав же ехал к нему с детятем своим Олегом. Это первое письменное упоминание о Москве. А люди на территории современной Москвы жили намного раньше. К примеру, на территории Дьякова городища, что недалеко от Коломенского, первые москвичи расселялись еще в IV тысячелетии до н.э. Тогда же, к примеру, появился и Древний Египет. Москва только начинала свой путь, чтобы стать центром и столицей России. Наш город входил в Ростово-Суздальское, а позже во Владимира-Суздальское княжество. Нужно понимать, что расширять владение и удерживать власть князьям тогда было крайне трудно. Татар-монголы постоянно совершали набеги на разные города. Мы можем увидеть это на картинках. На этой и на этой. Не счесть, сколько раз деревянная Москва горела в пожарах. К примеру, в 1238 году во время нашествия Батыя. Дни Москвы были бы сочтены, если б в удел князю Даниилу не передал Москву и прилегающие села великий князь Александр Невский. Именно с Даниила Александровича в 1263 году началась известная династия московских князей. Его сын Иван был очень умен и обогащал город, за что и получил прозвище Калита, что означает «кошелек». В бегстве от татар-монгольского владычества ремесленники и торговцы двигались в сторону Москвы. А после 1326 года Москва стала и религиозным центром. Митрополит перенес свою резиденцию в наш город. К примеру, в 14 веке был основан Андронников монастырь, а его Спасский собор, построенный в 1420-1525 годах, стоит и до сих пор. А церковь Рождества Богородицы на Синях – это же древнейший из дошедших до наших дней памятников Кремля. Он был построен в 1393-1394 годах. Москва становилась центром собрания русских земель, победив всех своих оппонентов. Посмотрите, пожалуйста, на карту, я специально вам ее увеличу. Здесь вы видите, что Москва находится в самом центре расселения всех славянских княжеств и русских княжеств. А самое главное – Дмитрий Донской во главе объединенного войска смог стать предводителем наших в Куликовской битве. В 1380 году русские войска отбились от ордынцев, но окончательно поставил крест на ордынском владычестве Иван Великий. Он обратил в бегство хана Ахмата у реки Угра в 1480 году. Об Иване Великом, князе Московском, нам и по сей день напоминает колокольня, названная в его честь. Москва стала центром целого царства с крещением на царство Ивана Грозного. Вы видите его портрет на слайде. Пройдя через пожары опричнины смутного времени, в 1613 году Москва встречала новую династию Романовых и расширялась в правление Михаила Романова и Алексея Михайловича. А вот Петр I открыл окно в Европу и вместе с ним перенес столицу государства в Санкт-Петербург. Но жизнь в Москве не замерла. В Москве строятся новые здания. К примеру, открывается Московский университет. Строится прекрасная царицына и развивается торговля. Строятся частные жилые дома. Москва становится по-настоящему купеческой. История Москвы богата судьбоносными для России событиями. Ровно 210 лет назад наш народ отразил нашествие Наполеоновской армии. Отечественная война 1812 года закончилась почти полным уничтожением армии Наполеона и освобождением русских земель. Хоть столица была и в Санкт-Петербурге, но именно Москву называли сердцем России. И делают это и по сей день. Михаил Иларионович Кутузов на военном совете в Филях оставил столицу. Но это было необходимо, чтобы спасти Россию. Победив на Парадинском поле, наши войска переломили ход событий и догнали французов до Парижа. А мы продолжаем наше путешествие во времени. Москва 19-го, начало 20-го века – это бурно развивающийся город, в котором трудились такие великие люди, как Владимир Гелировский, автор книги «Москва и москвичи», настоящий исследователь нашего города. Владимир Шухов – архитектор, автор проектов «Крыши здания Московского педагогического государственного университета», телебашни, названной в его честь Шуховской и многих других зданий в Москве. Владимир Дерье – выдающийся историк, основатель московских высших женских курсов, председатель Московской городской думы 1892-1904 год. Павел Третьяков – предприниматель, коллекционер, основатель Третьяковской галереи. А мы двигаемся дальше. В 1918 году Москва снова становится столицей России. Это время настоящих перемен. Столько невероятных проектов, я сейчас расскажу и о них. К примеру, расширяется Тверская улица, сносятся постройки, а старинные здания переезжают во дворы на рельсах. К примеру, глазную больницу подвинули и развернули, а сейчас вы можете увидеть ее такой. Дом Сытина перенесли аж на 33 метра. Посмотрите, как выглядит этот дом сегодня. Ну и, конечно же, я расскажу вам еще об одном важном проекте. Чтобы бороться с пробками и сделать жизнь в Москве удобнее, в столице строится первый в Советском Союзе метрополитен. В 1935 году была открыта первая линия метро из 13 станций. Московский метрополитен ежегодно перевозит миллионы человек. Героическая история Великой Отечественной войны. Зимой 1941 года на пороге был враг. Немецко-фашистские войска подошли вплотную к столице. Но москвичи были готовы. Они спрятали от вражеских летчиков Кремль, Красную площадь, Мавзолей, Манеж, Большой театр и многие другие важнейшие здания для города и для всей страны. Москвичи устремлялись в метро со звуком воздушной тревоги. Там было все готово к приему жителей. Были обесточены пути. Для детей привозилось молоко, а на станциях открывались островки мирной жизни. На Курской открылась библиотека, а художественные коллективы выступали с песнями и танцами, отвлекая людей от бомбежек. 7 ноября 1941 года на Красной площади прошел ледяной парад. А 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся долгожданный парад победы. Принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал маршал Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли 35 тысяч советских солдат. С 1995 года парад ежегодно проходит на главной площади страны. В Москве, столице страны, победившей фашизм, собирались тысячи гостей со всего мира не единожды. В 1957 и в 1985 годах в Москве проходили фестивали молодежи и студенчества. А в 1980 году состоялись летние Олимпийские игры. А сколько было чемпионатов Европы и мира по разным видам спорта? И не счесть. К примеру, в 2018 году Россия впервые приняла чемпионат мира по футболу. Первый матч прошел в Лужниках. Там же, где и состоялся финал Мундиаля. Совет FIFA признал этот чемпионат лучшим в истории. Я и сам был волонтером чемпионата мира. Поговорим о других важных проектах и вернемся немного назад в прошлое. В 2012 году Москва расширяется и становится больше. В ее состав вошла новая Москва. Это Троицкий и Новомосковский округа. Площадь Москвы выросла примерно в 2,4 раза. Новые районы Москвы постоянно развиваются. Открываются новые школы, станции метро. Хотелось бы рассказать о нашем городе в цифрах. Пять лет подряд московские школьники занимают первое место в Олимпиаде мегаполисов. Для школьников Москвы всегда открыты 12 технопарков и 88 лабораторий. Более трех миллионов человек ежегодно участвуют в лекциях по истории Москвы. 50 миллионов запросов на мост.ру приходит каждый месяц. Вы все учитесь в московской школе. Это отличная площадка старта своей жизни и карьеры. Вам и учителям помогает МЭШ. Московская электронная школа. Оттуда вы узнаете домашнюю работу. Можете подготовиться к контрольным работам, посмотреть сценарий уроков. Учителя же экономят время на составление отчетов и заполнение журналов. Уроки делают интереснее с приложениями, виртуальными лабораториями. Ну и вообще учеба в Москве это не только школы, но и высокотехнологические колледжи и авторитетные университеты. Вообще весь город это большая образовательная площадка. Уже привычным являются урок в музее, занятия в техноградах, выезды на стадионы, библиотеки и другие учреждения города. Москва постоянно меняется. Мы продолжим рассказ о важных проектах города в самых разных сферах. Транспорте, благоустройстве территории города, травоохранении. Начнем с транспорта. По Москве так приятно путешествовать. Раньше я помнил все станции метро наизусть, но теперь их столько, что я тренируюсь и стараюсь их все время запомнить. Совсем скоро в полную силу заработает большая кольцевая линия. Уже привычной для москвичей стала Московское центральное кольцо, которое сильно разгрузило радиальные направления. Сравнительно недавно появились московские центральные диаметры, которые прошивают город и позволяют добраться с одного конца в другой и даже в ближайшее Подмосковье. Кстати, совсем скоро запустят МЦД-3 и МЦД-4. К примеру, одна из станций будет в Зеленограде. По дорогам ездят электробусы. Тихие, комфортные, они берегут окружающую среду. Скоро достроится хордовое кольцо столицы, в которое входит аж четыре дороги. Они позволяют еще быстрее добраться из одной точки города в другую. Поговорим о благоустройстве. Совсем недавно существовали места, которые совсем не красят город. Так называемые заброшки. Вместо них появляются классные парки. Амозил, Ходынское поле, Остров мечты, парк технических видов спорта в печатниках. Всего в Москве появилось или обновилось более тысячи гектаров парковых зон. Это как три химкинских водохранилища. Даже около Кремля появился парк Заряди, в котором можно не просто погулять, но и увидеть бережно хранимые остатки древней Москвы. В Заряди построен Парящий мост, одна из главных обзорных площадок Москвы. Каждый район Москвы неповторим, поэтому существует программа «Мой район». Программа позволяет строить комфортные сады и школы, современные библиотеки и дома культуры, создавать классную транспортную инфраструктуру. Более 100 километров набережных было обустроено в последние годы. Так приятно гулять, заниматься спортом и встречаться в таких местах. Стало проще следить за своим здоровьем. Уверен, вы уже видели павильоны «Здоровая Москва», где можно пройти диспансеризацию. А при выявлении проблем пойти в поликлинику, тем более, что идет их активное строительство и модернизация. К примеру, уже 100% медицинских карт стали электронными. С помощью системы EMEAS мы можем записаться на прием в любом месте. Появился новый стандарт московских поликлиник и звание «Московский врач». В Москве реализуется огромное количество важных проектов. Вот лишь некоторые из них. Московское долголетие, Центры госуслуг «Мои документы», Центры занятости «Моя карьера». Московское долголетие – это один из самых ярких проектов. Мы сейчас стоим с вами лишь в начале пути, но после 55 лет все только начинается. Я очень рад видеть бабушек и дедушек, которые увлеченно занимаются пением и танцами, здоровым питанием и освоением социальных сетей. Не переставать учиться всю жизнь – это же так здорово. Москва бурно растет и, наверное, у многих из вас есть братья или сестры – старшие или младшие. Многодетные семьи получают от города поддержку. При рождении ребенка семьи обеспечиваются наборами детских принадлежностей. А все льготы и документы можно оформлять в многофункциональных центрах «Мои документы» или также подавать заявки на портале mos.ru. К примеру, в МФЦ существуют отделы трудоустройства, но это не единственное место, где можно найти работу. Центры занятости «Моя карьера» позволяют найти работу, кому это труднее всего – мамы с детьми, люди с ОВЗ, молодежь и представители старшего поколения. А если хочется сменить профессию, можно продолжить учебу в центре «Профессионал» и получить новую работу. Я горжусь, что Москва – это столица моей родины. Я горжусь, что могу назвать этот город родным не только по месту рождения, но и по улыбкам, счастью, любви и теплу, которые он дарит мне каждый день. Я хочу пожелать, чтобы Москва росла и развивалась, ведь она еще совсем юная, как и вы. С праздником, дорогие ребята! С днем рождения, любимый город!